МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По нашим данным, это уголовное дело будет передано в отдел по расследованию особо важных уголовных дел регионального следственного комитета. Подозреваемому пока не предъявлено обвинение. Утро 18 февраля. Тверской проспект. Выезд на Новый Волжский мост. Сотрудниками Угаден и ГИБДД остановлена маршрутная такси номер 6, которая, по сути, является нарушителем. Это первая со дня проведения транспортной реформы в регионе маршрутка-нарушитель лицензионных требований. Данное транспортное средство внесено в реестр лицензий другого перевозчика. А другой перевозчик права работать в городе лишён. Ещё недавно эта машина курсировала по 211 маршруту, по которому сейчас ходят новые автобусы. На данное транспортное средство будет наложен арест, и транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку. Материал будет направлен в дальнейшем суд. Напоминаем, контрольные посты из сотрудников Угаден и ГИБДД работают во всех районах Твери ежедневно. 15 февраля в нашей стране отметили важную для истории государства дату. 31 год назад Афганистан покинули советские войска. Эта война стала поворотной для тысяч жителей Тверской, тогда Калининской области. Есть сухие цифры. 3614 уроженцев нашего региона призваны на ту войну. 112 погибли. Трое пропали без вести. За 10 лет Афганской войны погибли более 15 тысяч россиян. И вот спустя 31 год после вывода войск, в парке Победы Твери открыли памятник в честь защитников Отечества на той войне. Ну, вы сейчас знаете, что этот камень, он должен был давным-давно стоять. И он стоял, да. И аллея эта высажена в честь воинов-афганцев. Просто мы решили возобновить эту добрую традицию и взять под свое шерстство эту аллею, чтобы она действительно росла так, как растут сейчас наши дети и уже внуки. В памятный день сюда, в Парк Победы, пришли не только воины-афганцы, но и будущие защитники Отечества. Это воспитанники отряда «Сокол» и юноармейцы. Те, над кем шерствуют теперь уже ветераны Афганской войны и наши земляки, за плечами которых школа ВДВ. Ранее здесь действительно была установлена памятная доска. Значит, какие-то вандалы, я не боюсь в это слово сказать, откровенные негодяи, эту доску похитили. То есть она просто исчелась. То есть люди реально наступили на память, на память народа, на память наших земляков, которые погибли в Афганистане. Считаем это категорически недопустимым, поэтому, естественно, как у нормальных людей, у ветеранских организаций и у представителей администрации города, естественно, эта идея автоматически созрела. Непосредственно участие в организации процесса изготовления и установки данной памятной доски и проведения мероприятия занималось Тверское региональное отделение, Межрегиональная общественная организация, Союз десантников. А также большая помощь была оказана непосредственно администрацией центрального района в городе Твери. Также помощь оказал депутат Тверской городской думы Дмитрий Уменюх. Просто не знаем, у кого рука поднялась, сломать памятную табличку. Какое-то время он муляж заменял. Сейчас спасибо всем, кто профинансировал, кто помог камень в порядок привести, очистить его, табличку прикрутить. Но это памятное место, и мы обещаем, что мы и Союзом десантников, и Союзом ветеранов войны в Афганистане будем следить за этим местом. Не рекомендуем никому больше издеваться над нашей памятью. В этот же день в честь ветеранов Афганистана и в память о тех, кто не вернулся с той войны, прошел митинг и концерт у Стеллы воинам-интернационалистам.